И в завершении выпуска традиционная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз съемочная группа решила узнать, как маленькие жители города проводят свои летние каникулы, а также какое место в их досуге занимают гаджеты и компьютерные игры. Летние каникулы – это, безусловно, самый долгожданный и любимый период для всех детей. Целых три месяца свободного времени от учебы и уроков. Как они его проводят и чем занимаются, узнаем прямо сейчас. Девочка любит заниматься бисером, рисованием, ходит в дом творчества. У меня есть внучка-школьница. Она была в школьном лагере, а вчера уехала с бабушкой отдыхать, скажем, из Москвы. Они уехали в Латвию к родственникам, там она занимается. Сложность всем понемножку. Так она хореографией занимается, девочка довольно-таки спортивная. Несколько дней я играю с игрушками, а там несколько дней я или рисую, или просто лежу. Хожу в музыкальную школу. А еще что? Ну, посещаю занятия. Я ездию в Томилино, посещаю занятия фольклорного пения народного. В основном он собирает конструкторы. Вот это его увлечение. Плавает и занимается спортивными, ну, в спортсекции занимается. Скажи, пожалуйста, а в компьютерные игры любишь играть? Люблю, конечно, но вот у меня раньше был телефон мамин белый, и как бы сейчас мама там все игры удалила. И у меня был планшет, вот. Так это хорошо. Хорошо. А компьютерные игры, гаджеты? Меня это не интересует. Вообще не интересует. Какими способами пытаетесь оградить ребенка от гаджетов? Вы знаете, я ему даю вольный способ общения больше с людьми, чем с компьютером. Меньше оставляем ее наедине. Это как бы болезнь следующего поколения. Если его не забрать в компьютер или, скажем, не переключить, то это, по-моему, не выйдет никогда из этого. А вы пытаетесь как-то оградить ее от этого? Мы не то что оградить, пытаемся, но не методом запретов, методом других интересов и переключений. Потому что запрет только агрессию вызывает, обиды, слезы и так далее. Мы читаем там с ним, рисуем. Ну, даем поиграться, конечно, по минимуму. Все игры мы там оставили две игры и все. Конечно, запрещаем. Компьютерные игры любят играть? Мама не позволяет. Любит, но очень-очень ограничено. Мы как-то его не приучаем к этому. Ну что ж, даже летом дети особо не расслабляются. Многие из запрошенных посещают кружки и спортивные секции. А от гаджетов и компьютерных игр их берегут родители. Луиза и Гязарян, Петр Пономаренко. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова